Меня зовут Наталья, я партнер черники франчизи в городе Тюмени, и у меня здесь своя студия черника. Я из Тюмени, я мастер маникюра с 10-летним стажем. Мастером маникюра я стала с третьего класса в академии, когда там училась, и, собственно, освоила эту профессию и начала параллельно учебе, параллельно следующим всем работам в течение всех 10 лет, декреты и так далее. Принимала клиентов на дому в удобное свободное время, по выходным, по вечерам, и так это вот всю жизнь меня, собственно, вело рядышком. Когда я начала задумываться, собственно, о студии, поначалу такой цели не было, но я работала по основной профессии своим маркетологом в крупном региональном Тюменском банке, и в 2018 году в конце нам сказали, что этот банк продали группе ВТБ. И так как я работала в главном офисе маркетологом, я понимала, что, ну, объективно, когда-то нас точно сократят, потому что у ВТБ есть своя голова в Москве, и им вторая в Тюмени вообще не нужна. Поняла, что моя карьера маркетолога в этом банке скоро закончится, и поняла, что я не хочу больше продолжать карьеру маркетолога. Мне это неинтересно стало, и я хочу развиваться именно в ногтевом бизнесе, в ногтевой сфере. И вот тогда пришла первый раз идея, это было два года назад. И вот эти два года, пока я еще продолжала в этом банке, да, то есть это все происходило не так быстро, как мы думали. Мы думали, что нас буквально через полгода всех разгонят, и все. Процесс интеграции двух банков занимает достаточно большое время. Мы работали, я тщательно уже начала к этому готовиться. Я приводила в порядок свои финансы, готовилась к этому, какие-то вот видео. И, собственно, с того момента я и познакомилась с Юлианой Денисом, когда начала именно как для мастера красоты искать вот какие-то тренинги по продвижению в соцсетях, контенту, аккаунт свой привести в порядок. Потому что то, что я делала сама, это было вообще ужасно. Просто ногти, ну, как бы, я видела, что нет никакого отклика на эти ногти, и вот начала с того момента искать. И, собственно, вообще как бы была идея такая, что я из банка ухожу в декрет, второй декрет, и из этого второго декрета уже не выхожу, потому что некуда будет выходить, в банк нас уже распустят, а начну создавать свою студию. И вот мы начали готовиться к этому декрету. Полгода мы с мужем готовились, готовились, и ничего, ничего не получалось. При том, что с первым ребенком получилось все вообще без проблем. Мы сходили, сдали все анализы, обследование. Мы здоровы. И муж, и я. Ну, нет. Мы поехали в санаторий в Белокуревку. Это было в ноябре прошлого года. Приехали туда, и, собственно, для того, чтобы поправить здоровье. Чтобы поправить, подготовиться к зачатию, и все на свете. И вот там я познакомилась с очень классным психотерапевтом, который, в общем-то, эту мою проблему раскрутила. И сказала, что не это твоя первичная потребность. Тебе сначала нужно родить вот ребенка, вот эту студию. Вот ты это хочешь. А вот этот ребенок настоящий, это как бы твоя отмазка от того, чтобы не действовать. Потому что я реально очень боялась. Мне было страшно ступать на эту тропу. Свой бизнес, такая ответственность, столько рисков. И все вообще в голове не укладывалось. И вот. И в этот же момент параллельно у Юлианы появляется информация, что они запускают франшизу. Вот именно тот момент, когда я нахожусь в санатории. Это вот реально вот такое стечение обстоятельств, которое вообще не случайно. Я увидела. Я тут же отправляю заявку. И мы созваниваемся с Юлианой. Они начинают со мной разговаривать. То есть мы как бы начинаем какие-то первые шаги по поиску в помещении. У меня до такой степени куча страха и все, что у меня начинаются проблемы с желудком и все. Ну реально прям вообще. Но я же в санатории. Я хожу на прием к психотерапевту. Она тут же разбивает мои страхи. И вот именно вот в этом синергетическом инфекте, мне кажется, все и получилось. То есть если бы я сама сидела дома, общалась с Юлианой и все, меня бы, наверное, заморозил мой страх. И я бы все равно, наверное, отложила этот шаг к тому, чтобы сделать свою студию. А здесь мы как бы вот грамотно все проработали. И все. Я вернулась, когда из санатория вышла в банк. И я написала заявление на увольнение. Ну я вообще много книжек уже по саморазвитию читала и все. И вот самое, что вот я вынесла, о чем жалеют люди в старости? Это о том, что они мало путешествовали и то, что занимались нелюбимым делом. И я поняла, что если я этого не попробую, если я не дам себе такой шанс, я себе этого никогда в жизни не прощу. Потому что я уже настолько к этому готова. Во мне все настолько это просит. Просто вот как бы страх меня сковывал и все. Но вот говорю, что когда на самом деле я стала к этому готова и все, и вот все обстоятельства так сложились. И франшиза, и все. И вот все самым наилучшим образом. То есть главное в себе эту мысль принять. О том, что все, я готова, я хочу. И эта студия у меня должна быть. И обстоятельства так сложатся. И все как бы вот и кредиты, и все на свете. Ну то есть все-все мне, собственно, и дало эту студию. Страшно было, да, что я вложусь, что студия заработает и откроется, а клиентов не будет, и мы, собственно, не сможем существовать и закроемся. И я на самом деле тоже думала, что как бы очень много студий открываются, и понимаю, что это такой головняк на самом деле. Лучше бы сидела дома или кабинет снимала, пилила, вот клиентов принимала, и даже больше бы зарабатывала, а не вот этот огород весь городить и все. Но я понимала, что вот 10 лет уже отработав мастером, я больше не хочу работать мастером. Мне понимала, что это и гробит в какой-то мере здоровье, что это не работа до самой старости, и надо как-то вот в другом сфере себя реализовывать. И поначалу мне как бы, ну вот в плане студии казалось, что я буду совмещать. Я буду и мастером, а потом, возможно, стану инструктором. И вот как-то расширяться именно в ногтевой сфере на какое-то новое, ну и студию содержать. А потом вот вся вот эта наша франшиза меня настолько затянула, что я поняла, что как бы вот все, ногтевой бизнес, вот именно в плане бизнеса, это мое. Мне вот в этом интересно именно управленческие навыки прокачивать. Благо здесь есть для этого возможности. Меня тут ведут, наставляют и все. И, собственно, ногти я буду просто прокачивать именно в своих мастерах и в своих сотрудников. Ну, мне как бы решимости-то хватило, чтобы, собственно, начать все это дело. Но я понимала, что мне нужен наставник. По-любому. Вот сто процентов. Потому что я не хочу учиться на своих ошибках. Я не хочу спотыкаться и все. Потому что по-любому это будет. И мне нужен тот, кто уже знает. И почему, собственно, именно с Юлианой и Денисом я решила все это делать. Прошла тренинг ББМ. Это было в июле. Июне-июле прошлого года. Увидела, как изменились мои соцсети. Как мои клиенты стали говорить, насколько я поменялась, насколько... Ну вот и клиентский поток у меня лучше стал. Все, я поняла, что это работает. То есть они дают те инструменты, которые действительно позволяют выходить на другой иной уровень. Я просто ждала, когда они наконец-то начнут франшизу. То есть, ну, они как бы говорили о том, что скоро готовятся к этому и это все будет. И я решила, что именно с ними я и захочу это делать. И, собственно, когда они об этом сказали, заявили, я была в числе первых, кто отправил эту заявку. И вот все сложилось. Я поняла, что насколько это качественный подход к тому, что они делают. И я понимала, что я не хочу студию эконом-класса. То есть там, где работают на дешевых китайских материалах и так далее. И не хочу какой-то люкс, потому что, ну, это тоже своя степь. И не хотелось туда соваться. А вот именно средний сегмент. И мы, когда начали разговаривать, что черника – это именно вот тот средний уровень, который вот самый оптимальный считается. И не слишком дорого, и не слишком дешево. И позволяет дать именно то качество, которое вот и для меня приемлемо. И я, собственно, на таких материалах работала. Поэтому я поняла. И вот атмосфера, сам дизайн, то, как относятся. Ну, вот как-то все сразу зацепило в этих соцсетях. И я пошла по этому пути. Когда мы только, собственно, начали, ну, искать помещение и все, то есть я уже поняла, насколько здесь во всем грамотный подход. Вот эти все видео, вот этот вот корпоративный университет, который я смотрела. То есть все настолько разжевано. То есть просто инструкция – бери, делай, и все, и получится. То есть был, конечно, вот страх, что – а как это все получится, а как я буду там искать, а как я буду разговаривать с людьми, и все. Ну, ты просто берешь, делаешь по инструкции, и все получается. Потому что не может не получиться, когда, ну, тебе же дают опробованные инструменты и способы. Поэтому, собственно, так и получилось. У меня был основной момент и вопрос именно в плане найма людей и привлечения клиентов. То есть я сама как мастер, я, ну, прекрасно знала там и про оборудование, материалы, расходники. То есть, ну, мне было без труда бы все это собрать, обставить, даже какой-то, может быть, дизайн-проект сделать в своей будущей студии. Но вот в плане работы с людьми, поиска мастеров, грамотных мастеров, привлечения клиентов в дальнейшем и выстраивание работы студии – это был просто вот чистый лист, который я вообще не понимала и по которому мне нужна была поддержка. И здесь я ее в полной мере получила. То есть мне открывались уроки, я каждый из них смотрела и, собственно, поэтапно мы шли и пришли к тому, что имеем сейчас. Надо сказать, что вот я когда сравнивала тоже франшизы других ногтевых студий вот в этой сфере и все, я не увидела вот такой, ну, на самом деле искренней заинтересованности. И то, как ведутся соцсети других студий в Тюмени, которые открыты по франшизе, вот видно, что их ведут как-то сами, как знают, как умеют и все. У нас не так. У нас вот меня взяли, со мной работают и, ну, полностью от и до. Со специалистами управляющей компании. У нас еженедельные созвоны, еженедельные сессии, могу написать вопрос. То есть всегда в моменте отвечают и так далее. И это очень поддержка, которая действительно неоценима, особенно вот сейчас на этапе становления бизнеса. И могу сказать, что вот даже вот эти два с половиной месяца, которые мы успели проработать, открывшись студии, я настолько увидела, что вот как все получается, какой результат, как мы, каких результатов достигаем, какой идет клиентопоток, как гости довольны, как мастера тоже нравятся, как мы работаем, что у меня тут же сразу зародилась идея, почему бы не создать учебный класс, потому что, ну, я реально уверена. Я уверена, что все получится. Да, сейчас, может быть, не совсем то время, когда создавать, но мы обязательно к этому вопросу вернемся. И я уверена, что вот с этой компанией также все получится. Вот прям нет никаких сомнений, и надо просто дождаться удачного момента. Я не убедилась в том, как это работает. То есть вот если начало я не знала, и у меня было вот, ну, какие-то смутные представления, вроде бы, да, все должно быть классно, четко и правильно, потому что я покупаю франшизу именно у людей. А сейчас у меня уже нет в этом никаких сомнений, поэтому вот так и получается. Вообще, изначально, как бы, почему я и захотела тоже именно с Черникой это все делать, потому что Юлиана и Денис сказали, что первые пять студий, они будут вести сами лично под их чутким руководством, и мне вот это очень зацепило, потому что я уже доверяла, собственно, этим людям, я видела их подход грамотный. И, конечно, я хотела, чтобы, да, вот они меня лично и вели. И у нас также продолжаются еженедельные сессии, и вот этот вот навык стратегический, управленческий, которого мне, понятное дело, сейчас на начальном этапе не совсем хватает, мне это все, собственно, дается, и в этом тоже определенная ценность. Вот, поэтому мы здесь как бы в неразрывной связи, в постоянном контенте, то есть если у меня возникает какой-то вопрос, я всегда могу написать в определенный чат и получить на него ответ. Да, могу сказать еще вот то, что я это чувствую, и это какая-то определенная магия, потому что ее чувствуют и мои сотрудники. То есть люди, которые вообще, я вот помню, как я на коробках буквально проводила собеседование, когда мы только окрасили стены, когда у нас еще не было расставлено оборудование и все, но вот они заходили в эту студию на собеседование, там администраторы, мастера маникюра и все, мы с ними разговаривали, какие-то вопросы я задавала, рассказывала про нашу сель студии, что это из собой представляет. И потом мне мои сотрудники-мастера и администраторы отмечали, что вот как-то сразу хотелось остаться именно в этом месте. Вот они ходили в другие салоны, в других местах собеседовались, но вот именно здесь им хотелось остаться. И потом, когда вот уже на протяжении там месяца-два мы проработали, я тоже у них узнавала впечатление, как вообще нравится, не нравится и все. Очень нравится. То есть вот они настолько видны, что у нас такая вот атмосфера взаимоподдержки, взаимовыручки, мы тут не конкуренты, мы вот прям все друг другу помогаем, мы готовы прийти на выручку. Ну вот прям здорово. И я, конечно, понимаю, что это вот культура, которую мы здесь формируем, и я стараюсь ее, в свою очередь, переносить своим сотрудникам, и вроде как удается. Ожидания оправдались перевыполнением того, что я ожидала и как вообще думала, это все будет происходить. То есть я думала, что, во-первых, мы какими-то более медленными темпами стартанем, а когда понимала, что вот у меня есть определенное количество мастеров, и реклама так работает, так ее все настроили, что нам надо еще больше мастеров, потому что мы уже не справляемся с этим, нам надо как бы еще сотрудников. То есть я думала, что это все как-то медленнее пойдет, и мы не так быстро будем раскачиваться. Но нет, то есть вот цифры, и я вижу, я же свожу отчетность и все, то есть насколько мы идем, и девочек есть работа, и я вижу этот результат, и поэтому я думаю, что дальше мы только по нарастающим.